Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала Афромангломукбару. Ну что ж, влог черной. Как неохота на работу, но надо. Афромангломукбару. Рубашечку наденем. Так, застегиваться надо. Подмышками сломалась сариковым дезодорантом. Афромангл. 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 Я не хочу усталеть. Не надо. Афромангл. Продолжение следует... 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 перу на сам берешь пятку пятку к пятке одеваешь главная пятка совпало с пяткой на ноге будет удобней пятка в пятке когда они пятка не на пятке начинают рваться носки одеваем все так ключи не забыть обязательно тогда следующего включения ну вот я на работе уже приехал не стал снимать как снимут поездку которая будет после работы все хорошо 28 число последние недели месяца и переход на вторую неделю после следы они на вторую неделю на второй месяц последний называется неделя с переходом на второй месяц так приходится Так, снимаем обувь, развязываем шнурки, снимаем мочилки, и мы пойдем в шкаф. Так. О, шу. Давай. Так, надо чайку поставить, чай попить. Так, песок есть, чай есть. Так, вешаем на вешалочку, шпаны, рубашку. Так, рубашку. Встану на рубашку. Опа, повесили. Переодеваемся в рабочую одежду. Опять надеваем штаны. Так. Так, надеваешь. Так. Фух, надеваешь штаны. Так. Футболку. Хотел сказать эту рубашку. Футболку одели. Опа. Хоп. Опа. Хоп. Опа. 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 Спасибо за muchísimo. Опа. 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 Д� call. Опа. Поколено пояновку. Опа. Намики выгнал. Опа. Опа. М前ки, unwillingly, debt,ь, где эта WW bird пять. опять себя плохо я его обожаю могу вот у меня еще этих рыбушек с мясом копченое мясо такие бутерброд сделал так чай налил себе аппетита так через дел ну что ж всем приятного аппетита еще раз кто обедает на работе вот 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 Продолжение следует... 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 Так, это я съел. Сыроялка на ужин, ну точнее, на конец дня. Сейчас ее будут вот такой плов. Так, чайок, что я забыл положить, это песок. Сохранится. Так. Так потому что у меня еще русский пряник сластить не будучи русский пряник Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 потому что у русских он назвался плов в 17 веке во франции было создано блюдо миротон являющийся результатом неудачной попытки приготовления турецкого плова по описаниям французских дипломатов делившихся восторженными впечатлениями о нем я в своих письмах из стамбула настоящий плов во франции начали готовить только в 1870-х годах до его рецепт был перевезен из египта строителями суетского канала прошившими в османской империи так какое древнее блюдо плов блюда восточной кухни основу которого составляет вареный рис в исключительных случаях другая крупа или мелкие макаронные изделия отличительным свойством плова является рассыпчатость достигаемой соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира препятствующие слепанию крупинок посуда для подачи плова на стол является пловница а в средней азии ляган или табак табак тувок вот так интересно плов является главным национальным блюдом народных средней азии узбеков таджиков туркмен афганцев а также персов и азербайджанцев 2016 году успехский и таджикский плов были признаны организации юнеско объектами нематериального культурного наследия важные события свадьба рождение ребенка поминки в жизни этих народов редко обходится без плова постелить по вседневной жизни плов готовят женщины плов до большого количества людей и готовят мужчины или приглашаемые мастера по приготовлению плова в узбекском и других среднезинских пловах рис и и дополнительные продукты готовят вместе в одном казане есть исключение в бухарском плове оше софи или харизанском сузмопалов рис варят откидным способом в бухаре это способ называют называют кабульским туркменских пловах аруджалинском и рыбам мясо и рыбу готовят отдельно от рисовой и овощной части разновидности узбекского плова фирганский самаркандский харизмский бухарский ташкентский сорта риса для плова дейзера байда байдар чурунч и другие рис может частично заменяться нутом и машем или полностью заменяться пшеничной или сушеной лапшой приготовление плова состоит из четырех основных этапов перекаливания растительного масла или куртвичного вытопленного жира или их комбинаций обжаренного лука мясо как правило баранины моркови приготовления зирвака закладки и закладки риса в качестве пряностей используется зира чеснок сурочковый красный перец черный перец горошком барбарис и другие такжицкий и туркменский такжицкий и туркменские плова по технологии подглавления риса в основным продуктом мясо лук и морковь сходны с узбекскими такжицкий из особенностей можно отметить часто использование таких дополнительных компонентов как нут альва чеснок в таджикистане нередко приготовление плова из мелкой пшеничной муки называется угруа плов душанбинский готовят с яйцами в оболочке из мясного фарша хаджицкий с фаршированными виноградными листьями почти все виды плов закусывают шалатом из горного ревеня ревоча туркменский здесь стоит выделить плов из риса восковой спелости с дичью фазанами также особенно для два плова прикаспийских туркмен агуджалинский и рыбный в первом плове мясо из котла вынимают после обжаривания с луком и морковью отдельно отваривают поршу и позже выкладывают на рис затем 35 минут до готовности блюда во втором рыбу полностью готовят отдельно от рисовой и овощной части в обоих пловах для варки риса добавляется бульон полученный от приготовления мяса или рыбы так киргизский торги традиции приготовления плова киргизский полу аж мендемия куруч дословно плов еда тушеный рис киргизии особенно сильны в дальних районах южных областей рис используется местный в первую очередь это красные узгенские сорта диозере дезерэ считаются славами лучшими для приготовления среднеазиатского плова а также арабанский боткейские чонгара лазер и другие морковь как правило используется желтая также в плов часто добавляются цельные головки чеснока в качестве специи звонок прозвучал поэтому отвлекся очки не так ладно азербайджанский насчитывается около 30 общеизвестных рецептов азербайджанского плова в основном это откидные плов и сорта рис которые использованы или используют в азербайджане для откидного плова садри ханский иранские сорта амбарби и аквачики и другие для откидного плова акула и челяли после приготовления откидного риса к нему добавлять жидкое распущенное топливное масло и настой шафрана отдельно полу может быть приготовлен гарнир по азербайджанские гора из мяса рыбы по миз мясо рыбы овощей фруктов яиц и молока плов или гарнир подают отдельно раздельно либо на одной тарелке не перемешивание вместо гарнира может быть приготовлено подливка казмак также вот потребляют вместе с полом плова добавляют стебли пряной зелени базилик эстрагон зеленый лук чеснок крест салат мята кинза заливает кисловатым шербетом в отличие от среднеазиатского азербайджанский плов подают не горячим от теплым до такой минимальной степени что топливное масло не застывала хан плов и шах плов выделяются среди всех повод тем что рис после откидывания с гарниром или отдельно от него помещает в оболочку из казмака и запекают получается подобие пирога с начинкой из плова вкуснотища вот такая вот история про плова древнего арабского блюда ну или персидского так ну до следующего включения короче пью пиво темная висеростовская с пирожком такой мухбанк пивной постройка ватт Продолжение следует... 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 А почему остановился около железной дороги? Ну, она рядом, можно сказать, метров пятьдесят, наверное, шестьдесят. Я люблю железную дорогу. Мне нравится просто железная дорога. Но почему-то. У меня в детстве никогда не было железной дороги. Никогда. Меня привлекает очень стук колес. Тут-дун-тудун, тут-дун-тудун. Это прикольно. Под стук колес куда-нибудь ехать. Далеко-далеко. Сейчас как раз товарняк едет. Вот вы слышите, наверное. Платформы едут. Платформы едут. Прервал звонок. Ладно, дальше припью. Ем пирожок. Плохо. у меня еще есть два пирожка чё столько спину не скажешь да мне приходится только просто так только так отдыхать больше никак вам этот подписчики попадаются или нет не знаю напишите свое мнение в комментариях ну это как бы такое мероприятие она редкая но меткая уж простите меня за такую слабость ем пирожок вот он пирог а Ммм. О, хорошо. Ммм. Литвишка, наверное, движется. Либо товарняк. Ммм. 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 Как говорится, переводим дух. Поехал на финлянский. Вот я вовремя клавиши не нажал в записи и не заснял паровоз. Ну, образно говоря. Я уже поел и пью пивко. Только никому не говорить. Ладно, шутка. Всем нам как-то надо расслабляться, да? Кто чем, кто пивом, кто покрепче, кто еще чем-нибудь, кто спортом расслабляется после трудовой недели. Ну, как-то ищут способы как-то расслабиться. Потому что невозможно все тянуть. Ну, если кто-то такой человек, что все держит в себе, как бы, все там невзгоды, переживания, все скандалы, все в себе держат, любовные отношения все держат в себе. И в голове это все переломалывают. И вот находится такой выплеск в виде спорта, в виде чего-то покрепче. И либо отдыха на природе, либо чем-либо еще. Ну, кто как. Люди разные. Лично у меня это только с выпивкой только ассоциируется. Отдых. Ну, и знаю. Как говорится, выпил и сразу какое-то в другое измерение попал. Такое. Мне все, как говорится, по барабану, да? На все наплевать. Но на самом деле, когда приходит осознание, то уже о чем-то думал, все это приходит в яфь. Просто тебе... Ну, хочется как бы отойти от этого, от всех своих проблем, от всех своих переживаний, от любовных каких-то проблем. Ну, как-то. Вот и мне сейчас тоже хочется отойти от проблем. Хотя у меня проблемы большие. Не буду давать им подобную подробность. Не хочу говорить об этом. И не скажу об этом. Ну, как-то так. У всех свои проблемы, как говорится. У кого-то семейные, у кого-то какие-нибудь еще, у кого-то какие-нибудь еще, у кого-то еще, и так далее. Короче, семейные проблемы. Ладно, буду пить его. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, снимаю сейчас электричку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 пиво ледяное вообще вот хоть сейчас засниму электричку 2 а Так, хорошо. Я ем пирожок, пью пиво. Теперь, дорогие мои подписчики, гости моего канала, вы меня узнали немножко с другой стороны. Да все мы такие, господи, все мы выпиваем. Но надо как-то расслабляться, я не знаю. Не все же держать в себе вот эти все мысли. Вот это все держать в себе, надо как-то высказываться, не знаю. Ну, с кем-то поделиться своим, как бы, своими делами. Ну, это чисто такое личное. Ну, это вот только довольно-таки очень близкому другу только поделиться можно. А так нет. Так, знакомого нет. Ну, вот так поверхность-то. Все мы как-то отдыхаем, да. Че-то я уже подзамерзаю уже. Надо двигаться к дому. Сейчас пиложок съем, и пойду на саланку. Ой, хорошо. Ну, вот так вот. Вот такой мой блог. Совмещенный с работой. Совмещенный с моим отдыхом. Редким выпивающим блогом. Редактор субтитров. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...